Что означают слова «это последняя жизнь», после нее — мокша? Мокша означает «свобода» или «освобождение». Пожалуйста, поймите, что именно является оковами. Что является оковами в вашей жизни? Тело. Что еще? Привязанности. Нет, это вторично. Только из-за того, что вы привязаны к своему телу, вы привязаны к кому-то. Пожалуйста, поймите это. Если вы не привязаны к этому телу, вы не будете привязаны ни к какому другому телу. Это невозможно. Только из-за привязанности к этому телу вы привязываетесь к другим телам. Вы говорите «моя семья», но единственное, что вы на самом деле о них знаете, — это их тело. Пожалуйста, поймите. Потому что это происходит только из-за вашей привязанности к телу. Вы немного знаете их эмоций и мыслей, но это лишь отражение тела. Пожалуйста, поймите. В основе этого тела, не так ли? Разве не так? Самое основное — это тело. Пожалуйста, поймите. Сегодня самая глубокая привязанность у людей возникает в отношениях между мужчиной и женщиной. Не так ли? Почему? Из-за тела. Если соприкасают за тела, это становится самой глубокой привязанностью. Не так ли? Просто потому, что сейчас люди существуют как тело. Для них по-настоящему открыться кому-то означает открыть тело и ничего больше. Потому что они не могут открыться больше ни в чем. Что еще они могут открыть? Нет. Ум никогда не бывает открытым. Люди говорят об открытом уме. Такого не существует. Ум закрыт всегда. Люди верят, что он открыт. Просто ради своего удобства. Скажите, как вы откроете свой ум? Скажите, как вы откроете свой ум? Молчанием. Как вы станете молчаливым? Нет. Честность, искренность? Нет. Это все способы действительно закрыть свой ум. Люди, которые считают себя очень честными, очень искренними. Пожалуйста, посмотрите. Они закрыты во многих отношениях. Так называемые хорошие люди. Они считают себя очень открытыми. Они всегда утверждают «Я открытая книга». Дело в том, что все, что они знают, они открыли другим. Но они мало что знают о себе. Даже для самих себя они не являются открытой книгой. Как они могут быть открыты книгой для других? Они даже себе не могут признаться в главных фактах своей жизни. Чем бы они ни столкнулись, они признались в этом другим людям. Но в главном, не признались даже себе, они не могут поверить. Хорошие люди всегда в шоке от самих себя, когда жизнь бросает их в передрягу, и они ведут себя определенным образом. Так называемый плохой человек, который оказался на улице, себе в этом признался. Да? Он признался самому себе во всей той ерунде, которой он является. Он не настолько глуп, чтобы признаться в этом кому-то другому. Он очень осторожен в этом. Но хороший человек не признается в этом даже самому себе. В своих проблемах, ограничениях. Так что он считает себя открытой книгой. Книга не открыта даже для него самого. Как же тогда он сможет открыть ее для кого-то другого? Не существует такого понятия, как открытый ум. Потому что ум — это закрытая возможность. Это накопление. Не так ли? Что вы хотите в нем открыть? Что вы собираетесь в нем открыть? Что вообще там можно увидеть? Я знаю. Вы придаете огромное значение своему уму. Но посмотрите на это честно. Что есть в вашем уме, кроме того, что вы собрали из внешнего мира? Что там, в вашем уме? Почему я должен заглядывать в ваш ум? Я могу просто посмотреть на мир и узнать, что в нем есть. Зачем мне смотреть через искажения вашего ума? Не так ли? В уме рождаются новые идеи, а вещи, которых раньше не было. Назовите мне хотя бы одну новую идею. Интернет, электричество, вещи, которых раньше не было в мире. Все это появилось. Нет, вы ошибаетесь. Электричество. Электричество всегда было в вашем теле. Каждый миг ваше тело не пошевелит ни одной конечностью без электричества. Сердце не сделает ни единого удара без электричества. Если бы вы заглянули внутрь, вы бы сразу поняли, что такое электричество. Вы говорите об интернете? Интернет был всегда. Например, я совсем не образован в духовном плане. Я никогда ничего не читал. Я всегда держался в стороне от священных писаний. Но мне никогда, ни в какой ситуации, не требовалось думать, что делать. Я всегда знаю, что делать, потому что есть свой интернет. Если вы открыты, он всегда доступен. Интернет существовал всегда. Просто теперь вы передаете через ваш интернет информацию другого рода. Интернет же существовал всегда. Гораздо более масштабный, чем та сеть, которая есть у вас. Все, что стоит знать, находится прямо здесь. Это все здесь. Вы просто понаблюдали за чем-то и применили это в другом контексте. Вот и все. Не так ли? Ваш интернет даже не больше вашего мозга. Не так ли? Да или нет? Так что это всего лишь его маленькая копия. Не так ли? Просто другое применение тому, что уже существовало. Вы просто копируете в малой степени все, что есть в творении. Вот и все. Не так ли? Да или нет? Вы просто в какой-то мере копируете то, что существует в творении. Это хорошо. Хорошо, что вы это делаете. Но не думайте, что создали что-то новое. Нет. Вы просто находите разное применение тому, что уже существует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok